Добрый день дорогие друзья, с вами снова Юрий Пузыревский и в этом видео я поделюсь с вами НЛП техникой, которая поможет вам укрепить веру в ваши цели. Техника основана в принципе на чистой лингвистике, то есть мы здесь не будем по большому счету работать с бессознательным, здесь просто мы будем самого себя переубеждать. Для того, чтобы было понятно, как делать эту технику, я ее сейчас разберу прямо вот на своем примере. Как в любой технике НЛП, для начала нужно поставить цель. Первым шагом мы просто ставим цель, сформулируйте свою цель в одном предложении, желательно в коротком. У меня цель достаточно простая и материальная, я хочу до конца этого года, календарного года, выложить еще 100 видео на ютубе. Сейчас у меня уже есть 100 записанных видео, выложенных в открытый доступ, но я хочу, чтобы их было 200. Поэтому я здесь просто цифрами напишу и буду работать с этой целью. Итак, цель я поставил. То же самое делаете вы в процессе этого видео. Прямо ставьте на паузу и формулируйте свою цель одним предложением. Дальше что нужно делать? Стоит проверить свои ограничивающие убеждения в отношении этой цели. Ведь очень часто бывает такое, что мы ставим себе цель, но до конца не верим в то, что мы можем, в то, что мы способны, или даже не верим в то, что мы хотим этой цели достичь. Так вот как раз таки это упражнение и поможет вам ваши развеять, во-первых, вскрыть и поднять, и развеять ваши сомнения. Итак, что нужно сделать? Здесь приведены 5 утверждений в отношении вашей цели. В данном случае 5 утверждений в отношении моей цели. И мне нужно дать каждому утверждению оценку от 1 до 5, насколько сильно я верю в это утверждение в отношении моей цели. Сейчас на примере вы все поймете. Оценка 1 это будет, ну, почти не верю. А оценка 5 это будет, я прям 100% уверен, даже 200-300% уверен. Итак, моя цель сделать так, чтобы на моем канале до конца года было 200 открытых видеозаписей с полезным контентом для моих любимых подписчиков. Цель сформулирована. Окей, идем к первому шагу и к первому утверждению. Моя цель желанна и стоит того. Вот мне здесь сейчас стоит задуматься над этим утверждением в отношении моей цели. Моя цель желанна и стоит ли она того. В том, что моя цель желанна это да, а стоит ли она того, потому что я представляю, сколько это нужно сделать работы. Я, наверное, здесь это утверждение даже оценю где-то на 3 балла. Потому что вот до конца я не уверен, стоит ли оно того. Вы, кстати, напишите, стоит ли оно того или нет. Дальше, идем к второму утверждению. Это цель достижима. Записать 100 видео за 4-5 месяцев. В принципе, я считаю, что это достижимо. Но здесь моя уверенность, наверное, на четверку. Потому что у меня есть еще и другие дела. Окей, идем к третьему утверждению. То, что мне нужно делать, это нормально. И, естественно, в принципе, да. То, что мне нужно делать для достижения моей цели, это нормально. И, естественно, если я ставлю цель записать 100 видео за полгода, то, в принципе, что мне нужно делать, ну, окей. Я здесь даже оценю свою уверенность на пятерку. Дальше. Следующий момент. Следующее утверждение. У меня есть необходимые способности для достижения этой цели. Да, безусловно. Здесь я тоже уверен на 5 баллов. Окей, и идем к следующему утверждению. Я заслуживаю достижения этой цели. Здесь тоже. Так, у меня цель сделать еще 100 видео. Кстати, уже 99, потому что я сейчас снимаю видео. И заслуживаю ли я вообще достижения этого результата? Конечно, я заслуживаю. Тут нет сомнений. Итак, когда мы провели такую ревизию, поставили свою цель под сомнение и позадавали себе вопросы, мы видим, что у нас есть некая статистика. Из этой статистики вам нужно взять утверждение, которое вы оценили ниже всего. В моем случае моя цель желанна и стоит того. Я засомневался, она вообще того стоит, потому что у меня есть еще и другие задачи. То, что она желанна, это окей. А стоит ли того? Ну, вот тут я очень сильно колебаюсь. Я беру вот это утверждение в отношении моей цели. И что нужно делать дальше, чтобы себя переубедить? Вот здесь как раз-таки нужна будет спонтанность. А здесь приведено несколько таких словосочетаний, которые вам нужно соединить с самым низкоуровневым утверждением и потом придумать какой-то краткосрочный ответ. Сейчас вы посмотрите, как это делается обычно. Ну, смотрите, я говорю сам себе. Моя цель желанна и стоит того, потому что я этого хочу. Я здесь, прямо на бумажке, если бы я делал на бумажке, я бы сюда записал. Потому что я этого хочу. Окей. Я начинаю здесь в этом моменте как бы себя разубеждать. Дальше. Моя цель желанна и стоит того. И я ее достигну до того, как... Сейчас у меня приходит на ум такая тема, что даже сам не ожидаю, что я ее достигну раньше, чем Новый год. Окей. Дальше идем. Моя цель желанна и стоит того, пока я в нее верю. То есть мы подставляем вот эти слова и придумываем какое-то продолжение, которое будет укреплять и усиливать вашу веру, вашу цель. Дальше. Моя цель желанна и стоит того, если я буду упорным. Окей. Моя цель желанна и стоит того, хотя и многие в нее не верят. Окей. Моя цель желанна и стоит того, так же, как... Каждое утро встает солнце, я вот так скажу. Хорошо. Моя цель желанна и стоит того, в любое время дня и ночи. Я здесь сейчас сам себя разубеждаю. Точнее, убеждаю в том, что моя цель желанна и стоит того. Ну и последнее утверждение. Моя цель желанна и стоит того, так, что это неоспоримо. Я вот так вот сформулирую. То есть, ваша задача... Сначала, еще раз, коротко повторяю технику. Ставим цель, короткую, сформулированную. Дальше проверяем вашу веру относительно вашей цели, проговаривая все эти утверждения и оцениваем, насколько я верю в это утверждение в отношении моей цели. Находим самое слабое утверждение и потом его начинаем трансформировать. Сначала проговариваем утверждение, потом проговариваем эту фразу. А потом проговариваем, что у нас приходит на ум после этой фразы. Друзья, сделайте скриншот, сделайте скриншот вот этих записей, потому что эту технику реально нужно делать на бумаге. Я, кстати, наверное, в комментариях пропишу вам от руки, чтобы вам было удобно сесть и сделать. И напишите в комментариях, какое из утверждений в отношении вашей цели у вас оказалось самым низким. Очень интересно просто посмотреть, на чем люди больше всего спотыкаются. Свои цели вскрывать не надо, просто напишите, какое утверждение у вас оказалось меньше всего подкрепленным верой. Дальше, мои дорогие, я напоминаю, что у нас идет конкурс комментариев, и чем больше вы будете комментировать видео, когда мы наберем 1200 подписчиков, я выберу хаотичным образом на свое личное усмотрение одного победителя и подарю ему книжку, отправлю по почте, книга-путеводитель по NLP. Очень редкий экземпляр, скажем так, для ценителей. Итак, мои дорогие, если вам было полезно это видео, обязательно поставьте лайк, напишите комментарий, поделитесь этим видео со своими друзьями, поделитесь своими размышлениями после того, как вы проделаете эту технику. Техника на самом деле очень простая, но очень мощная. Стоит 10 минут потратить на эту работу для того, чтобы существенно укрепить веру в свою цель. Дорогие друзья, я в вас верю, подписывайтесь на канал, я вас душевно обнимаю, до скорых встреч, с вами был Юрий Пузыревский. Субтитры сделал DimaTorzok